МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это воскресные новости. Здравствуйте. Как всегда по воскресеньям. Свободно, без цензуры о том, что на самом деле произошло за эти 7 дней. Меня зовут Илья Зайцев. И мы начинаем. Православные по всему миру сегодня отмечают один из главных праздников – Пасху. Этой ночью в храмах Красноярской митрополии прошли торжественные богослужения и крестный ход. Тысячи красноярцев с вечера занимали очередь, чтобы услышать долгожданное Христос воскресе. Подъезды к церквям были перекрыты, на несколько часов отцепили проспект мира. Проезды блокировали в том числе камазами. При входе на территорию храма дежурили стражи порядка, и все прохожане проходили через рамки. Пасхальную службу в храме Рождества Христова провел митрополит Красноярский Енисейский Пантелеймон. Новости ТВК уже традиционно. Вели прямую трансляцию с богослужений. Прямо сейчас смотрим, как это было. Субтитры создавал DimaTorzok Все поникает в тебя, и все находится в тебе, и ты, как сказать, просвещаешься, очищаешься что ли. Мы хотели посвятить яйца, но поздно пришли, и уже не успели их посвятить. Очень красиво прошла служба, все очень организовано. Это прям удивило, на самом деле, что не было никакой толкучки. Наши граждане все себя очень добропорядочно ведут, красиво. В церкви очень хорошо, в храме. Для очищения, для спокойствия, для восстановления мыслей. И возник это очищение, больше ничего не чувствуешь. Христос воскрес, и мы воскресаем вместе с Ним. Не забывать Бога, в первую очередь, благодарить. И счастлив, наверное, тот человек, кто чаще благодарит, чем просит. Господь! Господь! Боистос! 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 Боистос спасителя действа возглавлял патриарх московский в Сеяруси Кирилл. Молебен традиционно начинается с крестного хода и пасхальной заутренней, и заканчивается праздничной божественной литургией. После пасхального богослужения верующие разговляются, освященными накануне куличами, пасхой с творогой и крашенными яйцами. Среди нескольких тысяч прихожан были и президент страны Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин. Из рук патриарха они получили пасхальные подарки, декоративные яйца. Ну а прямо сейчас к событиям мирским. Пожалуй, самая обсуждаемая тема даже не последних дней, а недель среди красноярцев, город тонет в грязи. Нормально, жить люди мешают мусор. Об этом говорят более 200 заявок, которые новости ТВК приняли всего за две недели проекта «Большая уборка». А теперь на смену снежной слякоти пришла пыль, которая, кажется, делает Красноярск еще грязнее. Коммунальщики тем временем рапортуют, ежедневно дороги моют и подметают. А Виктория Столярова попыталась найти ответ на главный вопрос. Где грань между возможностями коммунальщиков и желанием горожан жить в современном городе? Смотрим. Вот они вышли с магазина с ребятишками. Все, все сюда, все сюда. Газетки вот. Ну, что вот, вышли с почты. Видите, получают посылки. Все сюда. Двор на Львовской 35 с приходом тепла превратился в настоящую свалку. Урна переполненная, в перемешку с прошлогодней листвой, бутылки, обертки, окурки и пакеты. И вина здесь вовсе не коммунальщиков, говорит Надежда Михайловна, а самих жильцов. На бескультурных соседей уже нет никакой управы, жалуется пенсионерка. Гоняю. И детей гоняю. Ну, короче, всех гоняю, как цербер. Я говорю, вы неужели так делаете дома? Ну, вот неужели так можно сделать дома? Я говорю, вот вы придите домой. Давайте, я говорю, соберу мусор. Я уже сколько раз говорила, и в аптеке, и на почте, и в пятаке. Я говорю, когда-нибудь соберу все бутылки, весь мусор, говорю, приволоку к вам. Вот и все. Ну, как вот еще с народом? Я не знаю, с кем, как разговаривать. При этом в жилфонде, что обслуживает пятиэтажку, жильцам поясняют. На балансе компания лишь территория с внутренней стороны дома. Здесь убираться должен либо город, либо организация, что находится в этом доме. А их здесь много. Аптека, почта, владельцы продуктовых и магазина напитков. Но те лишь спирают кучу мусора на соседей. Неразберихе, кто должен ее убирать, добавляет ветер. Вот эта вот куча, конечно, это не наша. Мы стараемся нашу территорию вот до середины, видите, вот огорожено. А как вы определяете, где чья территория? Ну, если окно начинается, вот это же уже получается почта нашей территории. Вот мы все это моем, мы все это убираем. У нас чистота всегда. Конечно, может быть, возможно, там ночи проходит молодежь. Гуляет, кидает. Но у нас утром творник приходит, все это убирает. Больших требований к бизнесу сегодня в плане чистоты никто не предъявляет. Словно по минному полю, обходя пакеты с отходами, передвигаются жители разных районов. От Солнечного до Академгородка. Проблема стала настолько очевидной, что новости ТВК решили обратиться к этой теме в проекте «Большая уборка». И заявки, принятые за две недели, тому лишь подтверждение. Более 200 сообщений, почти 400 фотографий, десятки видеозаписей. Город утопает в грязи. Жалобы жильцов с конкретными адресами мы передали в управляющие компании. И если у города, возможно, недостаточно денег на уборку, то у обслуживающих организаций, кажется, просто нет желания и контроля. Большинство заявок до сих пор не исполнено. И вот так живем. Так это еще сегодня ладно. А то бывают и головы свиные. Честное слово. Суворовского, что ли, везут. Тут все время грязно. Вот эта кача внизу, если пройти, по склонам, особенно эта сторона, вообще она завалена вся. Что за народ стал, не знаю, понять не могу. Вот рядом мусорка вынесли. Могут и там покинуть. Ну, где угодно. Люди стали такие. А это еще одна причина, почему Красноярск грязный. На смену с лякоти пришла пыль. Облака взмывают в воздух с каждой проезжающей мимо машины. Тут уж метлой хоть заметись, пыль все равно осядет на дороге. Все из-за того, что во время зимы и гололедицы магистрали подсыпают песчано-соляной смесью, причем с добавлением камня. Снег с приходом весны тает, а на дорогах то тут, то там остаются островки с гравием. Такая подсыпка ГОСТами не предусмотрена, зато дешевле обходится коммунальщикам, говорят специалисты. Помимо всего этого, то, что гравий высыпан, то, что сейчас пыль поднимается ветром, да, и это вовремя не было убрано. Если вы поедете по Первой Брянской, вы увидите, как газоны выше тротуаров. То есть, грубо говоря, когда дожди идут и летом, и зимой, то есть все сваливается просто на дорогу. К сожалению, у нас почему-то не делают так, чтобы впоследствии не страдали ни автовладельцы, ни пешеходы. Ведь посмотрите, то, что вот эти газоны выше тротуара, вся земля стекает на проезжую часть во время дождей, таяния снегов. Впоследствии автовладельцы, проезжая, поднимают всю эту пыль. Ну и, естественно, вдыхаем и мы с вами, когда едем в автомобилях, и пешеходы, которые проходят рядом. Вдыхать пыль горожане будут еще как минимум неделю, пока не установится среднесуточный плюс на улице. Тогда и можно будет приступить к влажной уборке, говорят в департаменте городского хозяйства. А пока спецмашины хоть и выходят в рейс, но сменить зимние щетки на летние успели не все. Расходы на уборку города складываются из двух статей городского бюджета. На содержание дорог выделяют немалые деньги. Туда входит и уборка, и подсыпка, и мытье. В прошлом году эта сумма составила 673,5 миллионов рублей. В этом году расходы сократили почти на 100 миллионов. Вторая часть – это содержание объектов внешнего пользования. Это уборка парков, скверов. На это готовы потратить почти 516 миллионов рублей. Бюджетных средств достаточно для того, чтобы поддерживать город в рабочем состоянии. То есть в рабочем, безусловно, там есть какие-то пожелания, можно было бы лучше, но в рабочем состоянии вот этот бюджет позволяет держать город. То есть держать определенное количество техники, бригады. Сейчас рабочее состояние города выглядит так. Пыльные дороги, неубранные остановки и улицы, особенно за пределами центра города. И, возможно, вопрос вовсе не в деньгах, а в подходе, контроле и отношении к большой уборке со стороны властей, управляющих компаний и предпринимателей. Сейчас очень модно кивать на Европу, мол, там такого нет, но нужно понимать, что в том числе там никому и в голову не придет бросить пакет с мусором на улице или тот же окурок, потому что все понимают, будут последствия. Больше всего виноваты люди. Если бы люди были добросовестны, хоть маленько бы совесть имели, чтобы ничего не разбрасывали. Виктория Столерова, Николай Чистяков, Воскресные новости. Прямых выборов мэра в Красноярске, по крайней мере, пока не будет. На сессии на этой неделе депутаты ЗАГС Собрания Края не приняли поправки в закон об организации местного самоуправления в регионе. Ранее вернуть всенародное голосование предложил депутат от Патриотов России Иван Серебряков. Во время сессии против поправок проголосовали практически все представители от партии «Единая Россия». Еще 17 депутатов воздержались, завысказались 16. Напомним, прямые выборы мэра в Красноярске были отменены в 2015 году. Вместо них появилась процедура избрания глав городов по конкурсу. Именно эта процедура грозит Красноярску уже в сентябре этого года. Эксклюзивное интервью воскресных новостей председатель счетной палаты края Татьяны Товыденко о коррупции, эффективности власти и расходах на капитальный ремонт и универсиаду. Опасная косметология, что вкалывают женщинам, которые стремятся к красоте в квартирах и в подвалах. И к чему это может привести? Расследование Юлии Мавшевич. Это воскресные новости. Мы продолжаем. Красноярец помог известному рок-музыканту Юрию Шевчуку найти информацию о репрессированном прадеде, который погиб на территории нашего края. Данные долго хранились за секреченных архивах ФСБ, а затем попали в книгу памяти. Возможно, небольшая и такая редкая историческая сводка так и осталась бы на листах изданий, если бы основатель группы ДДТ через интернет не поделился, что хотел бы знать о родственнике его месте захоронения больше. Тему продолжит Наталья Кечина. В своей питерской студии Юрий Шевчук впервые листает только что полученную книгу памяти. Вот, Сосфен Иванович, да. Да, вот. На сайте «Бессмертный барак» Юрий Юлианович рассказал о трагичной, но, увы, типичной для того времени судьбе своего деда. В 20-е годы семью Шевчуков раскулачили, сослали в Сибирь. Они жили в бараках на Лесоповале под Канском, где в 1937 году Сосфена Ивановича и расстреляли за контрреволюционную деятельность. Они тогда даже не заморачивались статьи писать, писали всякие аббревиатуры. ОСА, антисоветская агитация, КРОК, контрреволюционная организация, КРТО, контрреволюционная тросткистская и террористическая организация, ну и так далее. Ну и отсюда же идет аббревиатура известная ЧСИР, член семьи изменника Родина и так далее, и так далее. То есть это все очень далеко от закона было, и поэтому они даже не ссылались на уголовный кодекс. Председатель Красноярского мемориала Алексей Баби, прочитав обращение Шевчука, сразу же отправил том книги памяти в Санкт-Петербург. В Красноярском крае репрессированных, отбывших срок, замученных в тюрьмах, расстрелянных порядком миллиона человек. Одних Шевчуков только в книге памяти десятки, потому никто и не подумал, что один из них может быть родственником Юрия Юлиановича. На сегодня мемориалу удалось восстановить имена и скупую в несколько предложений жестокую судьбу 170 тысяч, среди них и Сосфен Шевчук. Все экземпляры 14 томов, уже изданных книг памяти, раздаются, рассылаются по стране и миру совершенно бесплатно родственникам жертв репрессии. Знаем мы, к сожалению, немного. Мой отец Юлиан Сосфенович ездил в те края, искал могилу, поднимал архивные документы ФСБ, но мало что сохранилось. Ну а мы в результате переселения оказались на севере. Я родился в поселке Ягодное Магаданской области. По словам Алексея Бабия, до сих пор неизвестно, где похоронены под Канском расстрелянные в 37-38 году репрессированные люди. На сегодня мало энтузиастов, желающих заниматься поиском захоронений, ведь это очень долгий и кропотливый труд. В 70-х или 80-х годах подмыло, значит, где-то там на окраине Каннска, Канн подмыл берег, и там выявились эти захоронения. Вот. Но где это, что это, под это надо ехать в Каннск, и там на месте выяснять, опрашивать старожилов, разбираться. То есть это, ну, тогда практика была такая, что, ну, поскольку на городском кладбище не входили все эти расстрелянные, ну, большое слишком количество, и их зарывали за городом, вот как у нас в районе Краза. В планах наших мемориальцев все же попытаться найти место, где покоится прах сотен людей, безвинно пострадавших от репрессий. О положительном результате сказали сразу сообщат Юрию Шевчаку. Кроме того, на территории нашего края, скорее всего, проживают родственники Юрия Ильяновича, о которых он и не подозревает. Их пытаются тоже разыскать. Что до музыканта, то он очень просил не устраивать шоу с телекамерами с момента вручения ему книги. Потому питерские съемки любительские и весьма скромны. Но лидер ДДТ передал для опубликования на сайте мемориала чудом сохранившуюся единственную фотографию своего деда. Спасибо и диск. Лично для Алексея Бабия. В знак благодарности за его без пафоса святую работу. Традиционный вопрос. А кто мы? Мы кто? Электорат, быдловатники, козлы, либерасты. Кто мы? Кто мы? Мы-то кто? Ребята, мы люди. Это самое главное. Мы люди. Да здравствуют люди славного города Красноярска. Это все, что останется возле меня. Это все, что возьму я с собой. Наталья Кичина, Виталий Субутин. Воскресные новости. На этой неделе аудитори счетной палаты края озвучили итоги проверки действия системы госзакупок в регионе и пришли к неутешительному выводу. Более 10 тысяч нарушений. И хотя сама процедура необходима, чтобы из заявившихся выявить либо лучших, либо самых дешевых, почти 90% контрактов заключается с единственным поставщиком. А воскресные новости на этой неделе записали эксклюзивное интервью с председателем счетной палаты края Татьяной Довыденко. И поговорили в том числе об эффективности расходования средств. Смотрим. Татьяна Алексеевна, добрый день. Добрый день. Это такой редкий шанс с вами пообщаться один на один, когда вы публично появляетесь в пространстве, потому что все-таки счетная палата считается таким закрытым проверяющим органом. Вы пять лет руководите счетной палатой, а вы привыкли к тому, что вас боятся? Ну, вы знаете, я не знаю, насколько боятся или нет. Вы, депутаты, вам виднее. Я никогда этого, во-первых, не ощущала. Я тот человек, который должен помогать. Помогать исполнительной власти, помогать законодательной власти. Я помощник прежде всего. Я тот человек, который, может быть, знает лучше законодательство, нежели чем исполнительная власть. Я имею в виду не я конкретно, а под словом счетная палата, аудитор. Потому что работа аудиторов такая, что они на самом деле должны лучше знать и законодательство, и систему управления, и расходование средств лучше, чем министр. Поэтому мы помощники, мы помощники, и мы на самом деле владеем информацией больше, нежели чем тех, кого мы проверяем. И еще, поймите, я же работала в исполнительной власти. Я знаю, какая-то очень тяжелая, но вот лошадиная работа, изнуряющая работа. Когда ты все время варишься, варишься, вот в этой текучке, 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 и порой даже голову поднять, посмотреть и сказать, господи, что там. У счетной палаты есть время, когда посмотреть сбоку, со стороны, сверху, и сказать, нет, 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 ребят, подождите, вот не туда. Вот чуть-чуть не туда. Вроде как в одном, ну вот нужно правее, или нужно левее. Или нужно поменять методику, или нужно поменять систему. Одна из центральных функций, которые люди, по крайней мере, снаружи видят, это контроль за расходованием бюджетных средств. И в этом плане, вот вы как оцениваете, это расходование за пять лет стало эффективнее? Расходование бюджетных средств, это уже третий этап. А два первых этапа, они другие. Когда мы заходим на проверку, мы всегда оцениваем, как исполняются законы. То есть нормативно-правовую базу, то, которую вы, депутаты, формируете для выполнения и расходования средств. И вот оценив сначала законодательство, насколько правильно тот или иной субъект, которого мы проверяем, выполняют эти законы, дальше мы переходим к системе управления. То есть мы оцениваем, а насколько законы, которые вы принимаете, исполняются этой системой управления, либо не исполняются. А вот дальше мы переходим уже к, смотрим, как расходуются эти деньги. Учитывая то, что если есть нарушения в законодательстве, если есть в системе нарушения, то, соответственно, конечно, вывод, сам себе напрашивается, расходование средств может быть с большими нарушениями. Вот если поговорить про систему управления, потому что это такой невидимый организм, опять же, для внешней аудитории. Единственное, что аудитория видит и слышит, сокращение числа чиновников, оптимизация штатной численности. Но при этом система в рамках этой оптимизации становится эффективнее. Вы знаете, не зря в послании президента рефреном звучала одна вещь. Изменение в системе управления. У губернатора 9 января, когда выступал в своем послании, он то же самое сказал. Не зря создается управление проектами. Мы на самом деле очень хорошо научились управлять текущей деятельностью. Почему я говорю мы? Потому что, в том числе и счетная палата, научились очень хорошо расходовать те средства, которые и есть в министерствах, в ведомствах. Слово есть – осваивать. Слово «эффективность» здесь мы пока в кавычке. Осваивать средства, которые есть. А вот заниматься перспективой развития – здесь очень все проблематично. То есть, как только речь пойдет о проектах развития, о правильной реализации этих проектов, вот здесь ступор. Конечно, нарушений, особенно в сфере ЖКХ, вот мы сейчас эту тему с вами очень, я надеюсь, будем обязательно рассматривать отдельно. Как правильно управлять этими процессами, насколько управлять надо в соответствии с законом, не нарушая, вот здесь, конечно, эта тема, мне кажется, по важности, эта тема самая-самая сейчас важная. Потому что деньги есть, их очень много. Но сейчас нужно, чтобы этими деньгами правильно распоряжались. Но для этого же нужна такая политическая воля, потому что есть, а мы же понимаем, что бюрократическая эта система, она складывалась там не годами, а десятилетиями. И она привыкла к тому, что людей много, все чем-то занимаются, при этом конечный результат зачастую малоинтересен. Потому что многие процессы здесь, они как процесс ради процесса. Вот с этим-то что делать? Пример, опять-таки, могу же только примеры приводить. Но вот не так давно мы с вами на законодательном собрании рассматривали отчет одного из руководителей направления социальной политики. И мы сделали какой вывод для себя. Пять лет тому назад мы рассматривали эту тему и говорили, что совершенно беспрецедентная система социальной помощи принята на территории Красноярского края. Очень большая сумма инициативных расходов. Это на самом деле так. Ни в одном субъекте Федерации нет такой системы социальной защиты. Но пока она формировалась, эта система, пока принимались решения, прошло 20 лет. И при принятии этих решений мы руководствуемся тем, что категория лиц, которым нужна социальная защита, она 20-летней давности. А сейчас время ушло, и категория лиц совершенно другая. И нужно быстро поменять политику, нужно быстро поменять систему управления для того, чтобы социальными льготами пользовались именно те категории лиц адресно, которые им нужны. Вот вы себе не представляете. Я тоже имею право на льготы. И ту льготу, которую я могу получить, она небольшая, на 100 рублей. Но для того, чтобы я получила эту льготу, край должен потратить полторы тысячи. Это эффективно, это правильно. Наверное, не всегда. Возвращаясь все-таки к теме бюджетных средств, хотя не третий, но тем не менее это то, что всегда на виду. Вот вы сказали, что денег много, что их много тратить. С нашей точки зрения, потому что каждый год в течение двух лет доходы Красноярского края прирастают в размере 20 миллиардов. При этом мы практически не сокращаем расходную часть. Вводятся новые проекты, очень много края инвестируют. Сейчас вот вы представьте, если бы мне кто-то еще сказал 4 года тому назад, что счетная палата будет мониторить 34 объекта универсиады, которые будут строиться одновременно. Я бы не поверила. Но ведь это есть. А это очень большие деньги. Что будут строиться дороги. Что в Красноярске, мы сейчас только в городе Красноярске, 14 миллиардов рублей будет потрачено на строительство дорог. 14 миллиардов? Да, представьте себе. Таких же денег не было никогда. Никогда. А есть гарантия, что все эти средства до копейки сами люди без вашего контроля потратят эффективно? А вы знаете, с моей точки зрения, вот здесь очень важен общественный контроль. Общественный контроль. Вот счетная палата очень много получает обращений граждан. Вот. И эта тема очень-очень важна. Почему? Мы очень внимательно к этому относимся. И ведь граждане, когда нам присылают и видео, и материалы в письменном виде, мы на самом деле идем и проверяем именно то, где пишет гражданин. Как правило, 100%. Как правило, 100%. Многие люди полагают, что чиновники, которые, ну как говорят люди, близки к кормушке, вот если прям буквально, делают все для того, чтобы деньги потратить не то, чтобы эффективно, а потратить либо для себя, либо для своих, либо с какими-то другими нарушениями. Вот насколько это правда, по вашему мнению? Наши проверочные мероприятия, результаты наших проверочных мероприятий говорят вообще о разном. Начну опять с системы управления. Есть, к сожалению, первым пунктиком, где мы пишем, в системе управления, низкая квалификация людей, которые даже не знают, что есть такое законодательство. Плохая организация, процесс, самого процесса расходования денег и так далее. Сказать о том, что заведомо эти люди что-то там хотели украсть, нет, не можем сказать. Мы можем сказать о том, что, ну зачем неквалифицированных людей брать на реализацию таких крупных проектов? Школьное питание. Когда мы видим, что контракт заключен на мясо, а привозят непонятно что и принимается. Вопрос к кому? Тем, кто принимает. А вот здесь уже, извините меня, вопрос к конкретно человеку. Вот здесь у нас вопрос, мы не понимаем, почему принимается плохая продукция, почему принимаются некачественные товары, почему принимаются некачественно сделаны строительные работы. Тогда мы это относим к категории коррупции. Давление какое-то оказывается на аудиторов, на вас, как на председателя счетной палаты Красноярского края. И как вы с этим справляетесь? За шесть лет, сколько я работаю, никогда мне никто не позвонил, не попросил убрать с отчета что-либо, либо добавить. Просто по определению такого не было. Но никогда в угоду либо какого-то бизнеса, либо какого-то конъюнктурных каких-то вещей мы не работали и работать не будем. Я понимаю, что тех, кого мы проверяем, им, конечно, это не нравится, но могу сказать одну вам вещь. 80% наших замечаний, предложений, те нарушения, которые мы выявляем, они устраняются. Вы уже говорили про сферу ЖКХ, которая вызывает очень много вопросов. И я знаю, что счетная палата проверяла реализацию программы капитального ремонта в Красноярском крае. Да, как раз работа по краю завершена. Сейчас аудитор формирует отчет. И я думаю, что где-то к концу мая, с учетом праздника, мы на ваше рассмотрение законодательного собрания вынесем отчет счетной палаты по капитальному ремонту. Тема очень непростая. Я думаю, что она будет очень интересной. Не могу не спросить про универсиад. Это тема, за которой вы, по-моему, пристальнее всех следите. Каждую неделю вы докладываете ситуацию, вы следите за сроками, за средствами. Все ли вам нравится то, как готовиться к универсиаде? Потому что такой глобальный проект, не просто общероссийский, это международный проект. По оценке президента, если сравнивать с Олимпиадой, с универсиадой в Казани, то мы, конечно, лучше это все делаем, и грамотнее делаем, и правильнее все это делаем. Но порой не все зависит от нас. Я имею в виду от Красноярского края. И мы, как счетная палата, это тоже понимаем. У меня нет сомнений в том, что мы объекты эти построим. У меня нет сомнений в том, что мы должны очень достойно провести универсиаду, потому что мы же сибиряки. Поэтому я по натуре оптимист, и мне хочется верить, что, построив эти объекты, Красноярский край совершенно иной будет. И облик у него другой, и люди будут другие, поверьте мне. Вот. И вопросы мы все решим. Но это должно быть всегда разумно, экономно и без финансовых нарушений. Ну, помимо того, что вы представительственной палаты, вы женщина, мама, дважды бабушка. И в этом плане вопрос, который меня волнует. Татьяна Алексеевна Давыденко, она строгая бабушка? Ой, вы знаете, мне всегда казалось, что я таковой должна была быть. На самом деле все не так. Вот. Я безумно счастлива, что у меня есть Петя и Паша. Паша, значит, шесть месяцев, Петя год восемь. Петр и Павел, он дочери, два сына. Вот. Из меня можно видеть веревки. Вот. Вот. Я когда вижу двух замечательных ребятишек, вот. Вот. И я совершенно другая бабушка. Вот. Безумно счастлива для меня. Это такой, знаете, глоток воздуха. Счастье. Счастье необыкновенное. Необыкновенное. Спасибо вам большое за эту беседу, за этот разговор и за работу, которую вы делаете. Ну и к другим темам. В Красноярск начали массово завозить подпольные и поддельные косметические препараты. Без сертификатов их поставляют на территорию страны. Но только что в составе, одному производителю известно. Уколы красоты, которые так облюбовали российские женщины, становятся все опаснее. Сегодня сама косметология теряет лицо, заявляют в профессиональном сообществе и говорят, такого повального количества осложнений не было еще четыре года назад. Юлия Мавшевич на этой неделе выясняла, в чем причины. Дорогие мои читатели и зрители, сейчас я буду делать себе уколы филера в губы в домашних условиях. Я это делаю, потому что я уже это делала, и это не вызвало у меня никаких последствий негативных. После того, как мы все вкололи, надо это все распределить. То есть немножечко помять губы и распределить по ним филер, чтобы он не лежал колбасой. Сам себе косметолог, сам себе анестезиолог. Видеоблогер Ольга показывает, как в домашних условиях она проводит процедуру по увеличению губ и убирает носогубные складки. Без врачей и чьей-либо помощи, все сама. Таких историй в интернете сейчас тысячи, как и предложений. Омолодиться быстро и дешево. Только над осложнениями приходится работать уже не в квартирных условиях, а на хирургических столах и в стационарах. Например, последняя тенденция. Процедура по увеличению губ для некоторых столичных клиенток уже обернулась сплошным надувательством. Мне сказали, что он рассосется в течение двух лет примерно. Но, как оказалось, меня обманули. И вот он, в общем, деформировался. Образовались комки. Сейчас, как снежный ком, нарастает проблема биополимерных гелей. Это нерассасывающийся материал, который вводят в ткани для того, чтобы увеличить объем. Как правило, это губы. Губы, еще раз губы. И много подпольных докторов, много докторов, таких вот, как сказать, шарлатанов, нечистых на руку, которые вводят этот гель под видом гиалуроновой кисоты. То есть они говорят, что вводят гиалуроновую кисоту, на самом деле вводят этот гель, получают грандиозные проблемы, а мы потом с ними боремся. Что мы делаем? Высекаем губы, разрезаем все лицо, высекаем этот жуткий гель из губ, потому что он создает на своем месте фиброз, который вгрызается в ткани. Это жуть, это кошмар и ужас. Ничего не поделать, такая жизнь. Даже самая безобидная эстетическая процедура – это всегда риск, рассказывает московский пластический хирург Рустам Халилулин. Он работает в Институте красоты на Арбате. А сейчас, по мнению эксперта, риски возрастают вдвойне, когда эстетическую медицину заполонили препараты сомнительного качества и неизвестного производства. В основном их завозят на территорию России, скорее Китая, без сертификатов, разрешающих использование на территории нашей страны, без подробного исследования содержимого, зато в 2-3 раза дешевле. Залеженная стоимость сразу равна низкой качеству. Сама гиалуроновая кислота, ее производство, она очень дорогая. Есть гиалуроновая кислота, это вещи БДДЕ, если мы говорим про филеры. Это такой клей, который склеивает гиалуроновую кислоту для того, чтобы она восполняла объемы. И вот это БДДЕ, если оно плохое, чистки низкого качества, оно токсичное. То есть оно может впоследствии мигрировать, например, в лимфу, вызывать бесконтрольные отеки. Когда ты даже попадаешь в стационар с неким осложнением, с тобой не знают, что делать, потому что ты не знаешь, что там внутри. Я не знаю, что внутри. До 20-го года главное. Этот же вопрос возникает и у доктора медицинских наук, пластического хирурга Георгия Карапетяна. А что внутри-то, когда мы ему показываем препараты, купленные в Красноярске у дистрибьютора на дому? У профессионала сразу возникает вопрос, действительно ли заявленное на упаковке соответствует содержимому, ведь документов нет. А какие последствия бывают, он знает не понаслышке, потому что сам часто исправляет ошибки других докторов. После фальсификатов еще одна серьезная проблема – это салоны или кабинеты на дому. Сестра научилась колоть? Да, давай маме, бабушке, всем и так далее подряд. Вроде все свои, мы же ее знаем, она нормально все делает, хорошо спиртиком помазала, уколола. Это катастрофа. Потом следом начинает соседка ходить, еще кто-то, ну и так далее. Хорошо, если еще есть там какое-то среднее образование сестринское, но чаще это бывает, что и без образования медицинского это делается. И рано или поздно, конечно, проявляют стольную катастрофу. Эту катастрофу в лучшем случае видим мы в клиниках в крупных, потому что обращаются уже со сложнениями. Тяжелейшие аневриты лицевых тройничных нервов, абсцессы, флегмоны лица, которые влекут за собой несколько видов операций по восстановлению и так далее. Таких случаев много, и они нарастают. Сегодня неспроста же дезинфектантами намывают пол, кварцуют в определенное время кабинеты, неспроста. Соблюдают санитарные нормы, правила обработки кожи. Предварительно иногда обследование нужно какое-то для пациента, прежде чем там уколоть, не уколоть. Неспроста. Истории, когда приходится спасать не внешность, а жизнь, много и у обычных врачей с большим опытом, потому что непереносимость того или иного препарата организмом никто не отменял, как и обычный человеческий фактор. Вот они, три точки, их видно. Эта женщина, что захотела остаться неизвестной, с декабря бегает по врачам из-за неудачной подтяжки лица нитями. Причем процедура была не в новинку, ни ей, ни доктору. Неправильно поставили нити, ни в ту зону, либо ни в тот слой кожи. То есть такие нюансы, которые нормальному обывателю даже в голову не придут, что могут быть такие проблемы. Самое печальное, что косметолог, который занимался этим, был не обучен, что делать в случае проблемы. То есть я два месяца практически ежедневно посещала с утра больницу обычного хирурга, который мне там чистил, дренажировал. Нити, коррекция глубоких складок и морщин, увеличение губ, сжигание подкожного жира. Делая эти процедуры, женщины автоматически оказываются в группе риска. Но если обращать внимание на детали и то, где и кем процедура производится, то опасные последствия можно минимизировать, уверен главный косметолог Министерства здравоохранения Края Сергей Кузнецов. Ни в коем случае не заложаться на процедуры на дому, вне клиники, скажем так. Потому что человек теряет возможность отставить свои права как пациент. У него нет ни договора, у него ничего нет на руках, ни абуаторной карты, ни квитанции об оплате. То есть доказать сам факт того, что он что-либо себе ввел и у кого-то ввел, практически невозможно. Потому что нет никаких документов, ни финансовых, ни юридических нет документов. Понимаете? То есть если хочется кому-то играть в русскую рулетку, ради бога пусть играют. Понятно, что разом не отвадят женщин ходить по квартирам и выбирать услуги дешевле. Но тенденции сейчас такая бешеная популярность уколов красоты породила теневой рынок, где с одной стороны работают подпольные косметологи, с другой – некачественные поддельные препараты. Еще четыре года назад всего этого в бьюти-индустрии не было. Но пока есть спрос и пока женщины будут искать, где бы что уколоть и подтянуть, будут и предложения. Сейчас можно пойти любому человеку на курсы эстетистов, так называемых, получить бумажку, ну и пускаться в свободное плавание. Мы говорим много об осложнениях. От самых простых – нарушения техник каких-то введения препаратов, если об инъекционной косметологии идет речь, об ожогах на лице, если о пилингах идет речь. Это нормально, такое часто бывает. Но эти риски возрастают в разы, если вы делаете это дома, если вы делаете это неизвестными препаратами. В начале 20-го века начался вазелиновый бум, так называемый. То есть вазелин начали вкалывать в молочные железы, в лицо, в половые органы, вот во все ткани практически, которые можно для доводства создать определенный объем или форму. И где-то к 30-м годам началось огромное количество осложнений. Прошло 100 лет, и мы от вазелина-то не ушли. Юлия Мавшевич, Николай Чистяков. Воскресные новости. Ну а прямо сейчас традиционный женский взгляд Юлии Сорокиной на события этой недели. Добрый вечер. Говорят, это была не любовь. И даже не страсть, а так, мимолетное увлечение. Ну про нас с Трампом. А я вот думаю, нет, все-таки любовь. Мы же сердцем любим, не мозгами. Это когда мозгами любишь, то понимаешь за что. Но у нас-то считается, что когда понимаешь за что, это уже не любовь, а так холодный расчет. Так значит, с Трампом-то у нас была любовь самая настоящая. Такая, что от радости сердце рвалось. Рвалось из груди и шампанским. Хотелось залить всю вселенную. Ну или хотя бы всю Госдуму. Я действительно обещал вчера, что сегодня в честь победы Трампа мы выпьем по бокалу шампанского. И я пригласил всех в Государственную Думу, кто пришел, мы им всем налили. Бокал шампанского депутаты были, журналисты. Это наша общая победа. Да что Жириновский, он разве один? Вон мэр наш Назаровский, Виталий Палкин. Он же с победой Трампа в России поздравил всех раньше всех. Раньше даже, чем Путин и Жириновский. Первое, конечно, я хочу всех вас поздравить. С победой Единой России. С 45-й президентом Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Ну вот, и что теперь делать? Мы-то к нему, всем сердцем, всей душой, с шампанским, и едва ли не с клубничкой, а он в нас тамагавками. Ну, конечно, мы теперь злимся, а кто бы не злился? Возлюбленному-то ничего сказать не можем, вот и приходится высказывать тем, кто под руку подвернется. Парта выпустить надо. Посмотри на меня. Глаза-то не отводи. Что ты глаза отводишь? Не смей оскорблять Россию больше. Ну вот, теперь-то понятно стало, что это не мы такие простовато-хамоватые. Это жизнь такая, обстоятельства. И ведь он же не просто в нас тамагавками, он же еще в любовный треугольник нас затащил. В тот самый вечер, когда в нас тамагавками, позвал к себе китайца, салатом его угощал, даже концерт устроил, внучка песни на китайском пела. Ну вот что это? Ну вот знать же, что мы китайцы ко всем ревнуем. Или китайцу всех ревнуем. Ну сложно разобраться в этом. Но в общем понятно же, что у нас с китайцем трепетные отношения, трепетные. И с турком, с этим, с Эрдоганом тоже нас поссорил опять. Ведь только же нож из спины вытащили, простили его. И вот Эрдоган на сторону бывшего нашего возлюбленного метнулся. Говорит правильно, в нас тамагавка. Но пришлось намекнуть непрозрачно, что мы-то чартеры в Турцию снова закроем. И мало не покажется. Ну и что? Что миллионы россиян уже купили путевки в Турцию по акции раннего бронирования. И оплатили полностью. И полумиллиона из них уже инфаркт миокарда. Ну и что, подумаешь, главное-то любовь. И к чему это я? Любить надо мозгами, а не сердцем. Потому что когда сердцем любишь, мозги отключаются. На этом все. Всегда ваша Юлия Сорокина. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова